Канобу.ру представляет Настоящих авиационных симуляторов в последнее время выходит крайне мало, поэтому следующая новость вполне способна обрадовать некоторых из вас. Возвращение культовой серии Microsoft Fly состоится уже 29 февраля, когда на официальном сайте разместят бесплатный дистрибутив игры. Правда, свободно будут раздавать только начальный набор из большого острова Гавайи, пара самолетов и десятка другого заданий. А вот полный архипелаг островов, два десятка миссий и эксклюзивные самолеты будут доступны только купившим Hawaiian Adventure Pack за приблизительно 20 долларов. Также во Fly будет разделение самолетов, напоминающее гран-туризма. Экземпляры с наличием вида из кабины, интерактивной приборной панелью и особенно мудреной физикой будут стоить дороже, чем обычные самолеты с видом из-за спины. Горячо ожидаемая гонка Twisted Metal должна была выйти ровно через неделю, и никто не ожидал подвоха. И тут буквально в один день на публику обрушиваются две новости, одна другой хуже. Во-первых, в Европе игра появится не 14 февраля, а 7 марта, то есть почти на месяц позже. Связано это с внезапно возникшей трудностью с локализацией. Как известно, в Европе все игры обязаны выходить сразу на нескольких языках. Во-вторых, идейный вдохновитель и основатель студии It's Sleep Play Дэвид Яффи уходит из компании. Помимо него команду покинут еще 8 человек. Кое-кто предположил, что Яффи займется казуальными проектами, на что тот ответил в Твиттере, это все сильно преувеличено. Издательство Electronic Arts начало рассылку приглашений на мероприятие, где состоится анонс новой части Medal of Honor. Тематический флайер вкладывался еще в коробку Battlefield 3, так что сейчас самое время объявить о разработке продолжения. Событие запланировано на 6 марта, но не точное место, ни программа пока неизвестны. Предыдущая часть, вышедшая полтора года назад, не снискала особой популярности, но свой бюджет оправдала и даже сколотила небольшую армию фанатов. Остается дождаться анонса. Семь лет назад известный в узких кругах спецагент Нина Уильямс удостоилась собственной игры Death by Degrees. Ранее Нина довольствовалась лишь участием в цветастом мордовое под названием Tekken, но ее растущая популярность обеспечила ей главную роль в данной картине. Игра была довольно заурядна, но очень сильно выделялась двумя вещами – Ниной и странным управлением, когда за удары отвечали не кнопки, а правый аналоговый стик. Вторник выдался не слишком богатым на пользовательские шедевры. Сергей Думаков рассказал поучительную историю о вреде жульничества. Триумвирад собрал в одном месте почти весь арт по Ведьмаку. Сен Винке рассуждает о преимуществах хорошей ролевой игры над плохой. Сегодня всех посетителей Канобу ждет интересное интервью с одним из создателей крайне амбициозного боевика – Spec Ops The Line. С вами был Александр Глаголев. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok